Музыка Остался ровно месяц до закрытия вещевого рынка. Напомню, что по официальному распоряжению губернатора срок его действия был продлен до 1 апреля. Итак, срок, отведенный властями, истекает. И что же будет взамен? Мы сегодня собрались как раз об этом и поговорить. Вы смотрите программу «Студия 49». С вами ее ведущий Сергей Никитин. Со мной за столом Олег Гуреев, директор ООО «Скинлер», как раз одного из предприятий, которое находится на вещевом рынке. И Вагана Вакян, генеральный директор ООО «Норд-Сити Мол». То есть это той организацией, которая предлагается построена быть тоже у нас в черте города Новосибирска. Взамен или не взамен вещевого рынка мы сегодня это поймем. Не в черте. В Новосибирском районе. В Новосибирском районе, хорошо. И не хотелось бы, чтобы взамен. Да, и нам не хотелось бы взамен. Вот видите, тут сразу же начались какие-то общие точки зрения. А представляем также собравшихся. С нами сегодня в студии Леонид Рыбин, председатель Новосибирского клуба избирателей. Сергей Чернышев, член правления ЖСК «Ключевой». Михаил Климович, директор ООО «Мегагрупп». Вячеслав Кононов, предприниматель. Татьяна Орендарь, предприниматель. И также предприниматель Сарайкина Татьяна. И правозащитник Ростислав Антонов. Итак, первый вопрос к нашим гостям, которые сидят у нас сегодня за столом. Давайте начнем с Олега Гуреева, который, в принципе, у нас уже бывал в студии там и не раз. И как бы на правах, чтобы старожила. Значит, Олег, как сейчас обстоят дела с вещевым рынком? На сегодняшний день, как вы сказали выше, до 1 апреля сего года договора аренды муниципального имущества у нас действует. Дальнейшее будущее его пока непонятно. Письма нами отправлены в муниципалитет на продление договора. Позиция мэрии пока мы не знаем. Она не озвучена. Надеемся на то, что все-таки продление будет. Мы надеемся, я повторяюсь, потому что понимаем, альтернативы на сегодняшний день нет. То есть люди как работали, так они и работают. Ему уходить некуда, да и незачем. Итак, Ваган Спартакович, когда речь шла о закрытии рынка, то есть ваш именно проект по размещению недалеко от Пашина, то есть вашего предприятия, это воспринималось как своего рода альтернатива, что ли. Тут мы дикую барахолку закрываем и открываем там замечательный какой-то проект. Так ли это? И насколько это сейчас воспринимается? Я хочу пояснить, что нигде ни в одном из публичных заявлений, информационных сообщений от нас, от инициаторов проекта не звучало, что этот проект реализуется как альтернатива сегодняшнему гусенобродскому рынку. Сразу вопрос, вы не против, чтобы этот рынок существовал параллельно с вами? Абсолютно не против. Абсолютно не против. Единственное, значит, я думаю, что для новосибирцев в том виде, в каком сегодня этот рынок существует, ну, вряд ли этот объект является украшением города, да? Потому что условия жизни, условия работы, которые там существуют, ну, на мой взгляд, в 21 веке это ниже там человеческого достоинства как покупателей, так и продавцов. И когда вот руководители этого объекта, этого рынка на сегодняшний день бьют тревогу, вот для меня это очень удивительно, потому что это люди, которые должны являться предпринимателями. Вот когда предприниматель еще 7 лет назад, в декабре 2006 года, получает не просто какой-то туманный сигнал от властей, а прямой закон, из которого непосредственно следует, что в этом виде этот бизнес через 3-4 года станет, окажется вне закона. И за эти 5-6 лет не удается предпринять усилий для того, чтобы создать альтернативную площадку, улучшить мнение людей, условия, в которых люди работают. Я понимаю, что вы приехали к нам, в общем-то, из Москвы, да, насколько я понимаю? Да, но я последние 10 лет занимаюсь инвестиционно-строительными... Просто поэтому вы, возможно, не знаете, что в основном рынок принадлежит мэрии. И чем думала мэрия все эти 7 лет, вот это как раз вопрос интересный, но поскольку у нас здесь нет представителей от мэрии... Можно дать пояснение просто? Ну, очень коротко, очень коротко. Очень коротко, но очень коротко, наверное, не получится, потому что на сегодняшний день Ваган Спартакович говорит так, управляющие компании 7 лет бездействовали, ничто не сделали. Это, собственно, не Ваган Спартакович говорит, это говорят почему-то в той же мэрии, да, которая... Да, вы правильно говорите, что на сегодняшний день все имущество находится, во-первых, у муниципалитета, у управляющих компаний нет ни имущества, ни земли. Поэтому вам повезло... То есть все ржавые контейнеры принадлежат, в общем-то, говоря... Муниципалитету, естественно. Вам повезло, вам выделили земельный участок за 3 месяца. Сумасшедшая скорость по выделению земельных участков, ну, повезло вам. Нам не повезло. У меня вот масса бумаг, где говорит о том, что мы два года просим землю, два года представляем проекты, но нас не слышат. Ну, поэтому и слышать в наш адрес обвинение, так скажем, в бездействии, довести ситуацию до того, что люди работают в таких, как вы говорите, нечеловеческих условиях... Ну, они действительно работают в нечеловеческих условиях, но я думаю, если обвинять кого-то, то это самый главный большой рынок, который называется, собственно, Гусинобродский, и его владельцев мэрию Новосибирска. Вот прям ей-богу. Мне это легко сейчас говорить, потому что мэр у нас сменился, и я могу прям правду матку там резать. Но чем думала, конечно, последние 7 лет уже наша мэрия, это загадка. Но тут Ваган Спартаковичу в этом не виноват, как, в общем, человек приезжий. По поводу выделения земельного участка в рекордные сроки, значит, если вы поинтересуетесь, я как руководитель девелоперской компании работаю в Новосибирске с 2007 года. Мы впервые обратились с письмом в администрацию года два назад, года два назад, с просьбой рассмотреть возможность реализации такого проекта. И в течение этих двух лет мы очень тщательно пытались понять, каким должно быть правильное место для будущего земельного участка. Причем еще раз искренне заверяю всех, что мы не привязывали строительство будущего объекта ни к 271-му закону, ни к ситуации, которая вокруг барахолки разворачивалась. Мы исходили из того, что город Новосибирск занимает уникальное транспортно-логистическое положение, и в силу этого положения этот город, в этом городе непременно будет востребован оптово-розничный комплекс вот того формата, который мы разрабатываем. Вы можете сказать, вот просто представить этот формат так немножко в двух словах, для телезрителей? Да, конечно. Это несколько тысяч торговых павильонов, которые находятся либо под единой, одной единой кровлей, либо в составе трех-четырех корпусов, каждый из которых находится под одной кровлей. Это корпуса обязательно утепленные, обязательно территория должна предусматривать нормативную обеспеченность машинными местами для того, чтобы и покупателям, и продавцам было удобно. И самое главное, это объект, на 60-70% которого, деятельность которого связана с транзитным трафиком товара и грузопотоков. Мы ставили задачу сделать этот комплекс цивилизованным, европейского типа, чтобы не только оптовикам, которые оптом приехали, разгрузились, уехали, но и обычным гражданам, которые могут себе позволить приобретение товара по доступным ценам, чтобы для них тоже была комфортная среда. Именно поэтому мы в комплексе предусматриваем очень большую часть досуговую, я имею в виду детские комнаты, всевозможные объекты быта, прачечные и так далее, и так далее, чтобы люди могли приходить туда, не думая, что они приходят в какую-то сложную среду, дискомфортную, и могли прийти туда даже с детьми, с женами, кто-то будет покупать товары, кто-то будет проводить время, кто-то… У вас и кинотеатр там будет, я слышал? Мы предусматриваем возможность, мы проектировщикам дали… Рекламная акция, я понимаю. …дали техническое задание. Такое ощущение присутствует, именно рекламная акция, извините. Вы понимаете, что без вас здесь не могло ничто реализоваться, я повторяюсь, два года, точно такой же проект, я вам сказал на сессии, у вас проект практически с лица мой. Два года назад мы пытались это сделать, два года мы говорим о том, что дайте земельный участок, точно так же в Новосибирском районе у дороги, два года мы говорим, мы готовы это все сделать. Мы платим по 200 миллионов, одно мое предприятие платим в город. Нам говорят, нет, 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 нет. Я повторяюсь, да, ваше предприятие в офшорной зоне, ваше предприятие на сегодняшний день зарегистрировано в сентябре, а вы получаете земельный участок в декабре, слушания проходят за один месяц, и мы сейчас с вами говорим о том, что вы бездействовали, а мы ничего не делали. Можно сразу вот этот поток обвинений остановить. Это не так, Ваган Спортаклик. Первая, про офшорную зону. Что за рекламная акция? Первая, про офшорную зону. Значит, учредителем российской компании «Нортсити мол» действительно является нерезидентская компания. Это абсолютно международная практика, и ее цель не выведение средств, а правовая защита активов. Ваган Спортаклик, а как же тогда постанавливали решение Путина о деофшоризации предприятий? Теперь об этом. У вас не хватает грамотности услышать своего президента. Президент, когда говорил об офшорах, говорил о том, что в офшоры не должны уходить деньги. Из нашего офшора деньги сюда приходят. Он как раз говорил, ребята, если у вас там есть деньги, давайте их сюда. Чем мы и занимаемся. И вот есть у нас Ростислав Антонов, значим с вас, как человека менее заинтересованного. На самом деле я заинтересован только в том, чтобы не нарушались права и свободу на граждан, жителей Новосибирской области. Поэтому у меня, в принципе, есть вопросы и к гусинобродскому рынку, их масса, и есть вопросы, конечно, к новому торговому центру. Но раз уж у нас Ваган Спартакович так много и по делу говорит, я, наверное, свой вопрос, реплику и вопрос адресую к нему. Действительно вызывает удивление то, как быстро и с какой степенью секретности было проведено, были проведены земельные слушания. Я общался и с депутатами, и с депутатами городского совета, и с депутатами Новосибирского сельского района. Они с большим трудом узнавали о том, о месте проведения слушания, о составе участников. Значит, мне бы хотелось... Вы имеете в виду этот станционный сельсовет, да? Да, да, да. Когда у вас... Мне тоже, кстати, это поразило, Ваган Спартакович, потому что судьба, ну, огромного, в общем, такого комплекса решалась жителями станционного сельсовета. Я сколько здесь прожил в этом городе, даже не знаю, где это, ей-богу. Да, это выглядело как спецоперация, и очень интересно, допустим, понять, вот вы, спасибо вам за то, что вы сказали, что у вас все будет предельно публично, я предлагаю вам начать вот эту предельную публичность прямо здесь, и раскрыть структуру собственности, кто стоит за офшором, чьи деньги, откуда они взялись, и второе, собственно, сказать, сколько еще было участников на аукционе земельном, которые вы приобретали этот земельный участок. Причем, и как вот так вы оценивали, третий вопрос, как вы оценивали свои риски, приобретая земельный участок, который находится, значит, как земли сельхозназначения, почему вы решили, что так быстро вам переведут, ну, ваш расчет оказался правильным, почему вы решили, что так быстро вам переведут его в другую категорию, и разрешат строить там торговый центр? Спасибо. Спасибо за вопросы. Значит, первое, относительно... Ну, давайте, хорошо. Ваган Спартакович, вот я строю торговый центр пять лет. Меня ни разу официально не заявляли, что я строю оптовый рынок за место там гусенобровских рынков, хотя я достаю через дорогу. А у вас вы уже заявили, что вы будете строить оптовый рынок. Как так получилось? Ну, в догонку всех вопросов. Я не понял вопрос. Мы заявили, что будем строить то, что будем строить. То есть, есть... Нет, губернатор уже сказал, что вы вроде как альтернатива гусенобровским рынкам, а про меня ничего не сказал. Мне это тоже интересно. Вы знаете, можно я буду отвечать только за себя? Давайте по порядку, во всяком случае. Давайте по порядку. Первое, это относительно обстановки секретности и там каких-то невиданных скоростей, да? На мой взгляд, все делалось безумно медленно. Объясню почему. И абсолютно открыто. Тоже объясню почему. Значит, есть действующие нормы и законы, которые предусматривают легитимную, четко прописанную процедуру предоставления земельного участка. Она начинается с того, что потенциальный инвестор обращается официально в администрацию с просьбой предоставить земельный участок, примерно указывая величину размера этого участка и примерно указывая дислокацию этого участка. Больше ничего. Значит, почему компания была создана там и зарегистрирована в сентябре, в октябре? Потому что создавать компанию, заполнять ее финансами до момента, когда принято инвестиционное решение входить, смысла нет. Это не означает, что работа не велась до этого. Закон требует, чтобы как только будущий инвестор обратился в администрацию с письмом, с просьбой о предоставлении земельного участка, информация об этом была опубликована в прессе. И это было сделано. На следующий день после того, как мы обратились, эта обязанность администрации опубликовала в местной газете в Приобской правде, если не ошибаюсь, извещение о том, что вот такая-то, такая-то компания обратилась с такой-то, такой-то просьбой. С этого момента любая другая компания имеет право подать такую же заявку. Я чувствую, что вы не читали Приобской правды. Да, сказать мы тоже. Я читал. Эта информация была размещена и на сайте администрации. Давайте я не буду отвечать за администрацию, да, но вот в Приобской правде я сам лично читал это извещение. Ваган Спартакович, после того, как прошла первая публикация, была другая публикация, что ваше объявление, которое давалось, было дано ошибочно. Я вообще не в курсе. А я в курсе. В той же Приобской правде была другая публикация, что данные по данному земельному участку было подано ошибочно. А потом еще была публикация. Поэтому мы правильно задали вопрос. Все-таки за три месяца пройти от выделения земельного участка сельхозного значения до слушаний за три месяца. Я поэтому и сказал скорость. Можно я доскажу. Вот если там, давайте все-таки каждый будет отвечать за то, что может отвечать, да. Эти публикации от имени Нордсити Мол были? Администрации. Тогда адресуйтесь к ним, пожалуйста. Хорошо? Хорошо. После этой публикации закон на самом деле не предусматривает 30-дневный срок выжидания, пока кто-то еще обратится с альтернативной заявкой. Тем не менее, мы в администрации настояли на том, что мы хотим полностью 30 дней подождать. Закон предусматривает выждать разумный срок. Мы посмотрели арбитражную практику. Были случаи, когда и 10 дней выжидали и получали участники, 15 и 20. Но большинство практик свидетельствуют о том, что за основу надо принимать срок, принятый для аукционов земельных. И мы настояли на том, что было 30 дней. И только после истечения 30-дневного срока, когда ни одной альтернативной заявки не поступило, по моим сведениям, может быть, у Олега Дмитриевича какие-то другие тайные сведения об этом, только после этого был издан приказ Департамента земельных отношений о предоставлении данного участка. Точка. Второй вопрос об источниках финансирования. Такого рода проекты финансируются консолидированными фондами. Это и зарубежные паевые инвестиционные фонды, и российские источники. В свое время все источники будут раскрыты полностью. Уверяю вас, уверяю вас, что в нашей стране достаточно служб, которые контролируют чистоту происхождения денег, механизмы инвестирования этих денег в российские проекты и так далее. Вы анонсировали, что это публичный проект, вы заходите как такой стратегический инвестор в город, поэтому абсолютно логичный вопрос, что до начала строительства мы, как жители Новосибирска, хотим знать, кто бенефициар. Я еще раз сказал, бенефициары, это частично смешанные по фамилиям, я назвать не могу, но уверяю вас, что это люди, хорошо известные стране, о происхождении капиталов которых все известно, и никаких претензий у соответствующих служб, организаций к этим людям нет. У меня два вопроса. Первое, вот я хочу просто пояснить, чтобы было понятно. Когда мы узнали о том, что здесь собирается возле Пашина строится рынок, мы обратились к губернатору нашей области, потому что в 2012 году он категорично во все микрофоны заявлял, что в районе Пашина этого рынка не будет. Это к тому, что вы два года назад начали вести эти переговоры. жителей, которых я представляю, 32 тысячи населения, за два дня собрали 16 тысяч подписей. Не просто, чтобы перевести рынок, а в том состоянии, чтобы вообще никакого рынка здесь не было. Почему? Объясню. Первое. Там сейчас запретный район, до июля месяца, наверное, там находится арсенал военный морфлота. Вывозят военный арсенал и, естественно, на строительство получили запрет. Но земли, выделенные всем льготникам, военным, инвалидам и так далее, которые на этой территории земли пытаются получить свое жилье, участки и ждут снятия этого запрета. Это раз. А многие уже построились, которые обращаются к нам, что теперь нужно как-то выходить из этой ситуации. Второй вопрос. Это транспортная дорога и транспортная доставка. Для того, чтобы там сделать доступную дорогу, для этого нужно, первое, убрать газопровод, вы прекрасно знаете, переместить железную дорогу, я так полагаю, что у вас даже этих средств просто не хватит, ваших там миллиардов, для того, чтобы только подойти к Пашино. А в том состоянии, в котором она сейчас есть, ну это глупо туда запускать все население, там, оптовиков и так далее для закупки. Ну действительно, есть письмо о командовании по преду Толоконскому. И получено письмо. Значит, я вам сразу поясню, что в два адреса были направлены наши письма, министру обороны и нашему губернатору. И в результате, насколько нам известно, сюда, в Новосибирскую область и в мэрии есть этот ответ, руководство войск с трагического назначения. Где они просят рассмотреть вопрос, чтобы этот рынок ни в коем случае не размещался в позиционном районе. Третий момент. Все-таки там находится завод «Искра». Рядом находится НЗХК, завод стратегический, ПО «Север», завод «Электрон». Все такие, знаете, предприятия оборонного... Пластер оборонной промышленности. Да, оборонной промышленности. Я хочу вам сказать, что не только 32 тысячи населения Пашина против, категорически против, но это четвертый, пятый и шестой микрорайоны, которые озабочены не менее, чем мы. Это и с транспортом, который там сделает просто колосс... Не раз пробки, а будут просто колоссальные пробки. И, к сожалению, сделать по воздуху вторую дорогу, наверное, в ближайшее время не предоставится возможно. Все население Пашина не слышат. Мы оставляем за собой право, если все-таки нас власти не услышат, в лице губернатора, вот хочу сказать здесь в микрофон, мы оставляем за собой право выходить дальше на митинги цивилизованно и достучаться до наших властей. Вот, пожалуй, все. Спасибо. Владимир Спартакович, только отвечайте, пожалуйста, ну не длиннее, чем вы задавали эти вопросы. Хорошо, нет, намного короче. Во-первых, я хочу высказать огромное уважение ко всем жителям Ипашины и прилегающих районов за то, что они активную гражданскую позицию занимают и громко говорят о том, что их беспокоит и что нет. Второе, когда я был приглашен на совет депутатов муниципального образования для утверждения протокола общественных слушаний, депутаты вначале были категорически настроены вообще против того, чтобы слушать об этом. Но когда я спокойно рассказал о том, что планируется там строить, объяснил, что проблему транспортной доступности мы понимаем не хуже, чем все остальные участники и стороны, интересы которых это затрагивает, все изумленно переглядывались между собой и говорили, а почему нам доводили только информацию, что сюда собираются перетащить барахолку и не говорили о том, что сюда приходит разумный инвестор, готовый вести диалог со всеми сторонами, слушать. И я намерен и лично, и через своих коллег постоянно общаться с обычными людьми в Пашино, попытаться понять, возможно ли реализовать этот проект таким образом, чтобы не подвергать интересам, ничьи интересы не подвергать угрозе, чтобы так же, как сегодня там в Пашино можно было спокойно отпускать детей и так далее, и так далее. И только тогда, когда мы поймем, что и вопросы транспортной доступности решаемы, и вопросы экологической безопасности решаемы, только после этого мы будем двигаться по нашему графику. Что касается Министерства обороны, посмотрите, есть мнение, а есть закон. Вот на сегодняшний день в градостроительных документах, описывающих этот участок, есть ограничения. Там линию связи надо перенести и так далее. Никаких ограничений, связанных с нахождением режимных объектов и действующих режимных зон, официально в нормативной базе не содержится. Если они завтра появятся официально, то мы вынуждены будем остановиться и сказать, изменился закон, это наши риски, да? — Я бы хотел задать такой простой вопрос. Вот в округе, о котором идет речь, сейчас застраивается несколько больших супермаркетов и гипермаркетов. Это и лента там строится, и гигант будет строиться. И большое, не буду называть название, зарубежный гипермаркет, строительный будет там строиться. Вот у меня такой вопрос. Почему при строительстве этих объектов не было возражения ни у кого из жителей этих районов? И почему ваш объект вызывает такие споры? На мой взгляд, такое негативное отношение связано с одной стороны, еще раз повторюсь, на мой взгляд, не очень добросовестным и не очень корректным введением заблуждения многих сторон, участвующих в этом процессе. И с другой стороны, заинтересованностью определенной части участников процесса в том, чтобы все осталось, как и есть. Вот чтобы ничего не изменялось. Я только с вами могу сказать. Я разрешите. Спасибо. Я просто в продолжении, я ждал этот ответ. Простите. Дело в том, что недовольство в первую очередь вызвано как раз вот этими проблемами дезинформации. И то, что проходило на заседаниях, ну я могу, так сказать, говорить только о том, что я слышал и знаю о заседании депутатов сельского совета, на землях которого будет размещен этот объект. То последнее принятое решение, положительное, при одном практически голосе против, было принято только потому, что там голосовали не за расположение оптово-розничного вот такого центра, а за гипермаркет и за супермаркет. И все депутаты были убеждены там, вот здесь строится супермаркет. Я лично, вот если бы это была информация из третьих рук, я бы спокойно вас выслушал. Но я присутствовал от начала до конца, и я лично рассказывал, что мы собираемся там строить. Да, да, конечно. И все депутаты потупили глаза и сказали, ну конечно, раз супермаркет, как мы можем, там же лента строится, почему мы можем этим запретить? Понимаете, вот дезинформация идет с самого-самого начала строительства вашего объекта. Не от нас. Вот не от нас. Ну не от вас, но это не важно совершенно. Я хочу вот что сказать. Вот мы сейчас здесь собрались в студии не для того, чтобы очень вежливо рассказывать, как идут вот законодательно, правильно, оформление документов. Мы собрались для того, чтобы открыто сказать друг другу, что мы не хотим и что вы нам предлагаете. Понимаете? Не супермаркет, гипермаркет, а птово-розвестный центр. А все равно это будет, ну вот мне не дадут соврать коллеги с проектом, это все равно будет барахолка, которая будет заключена под закрытые тенты. Мы видели сейчас этот проект. И кто кого вот сейчас обманывает, нам совсем непонятно. Я не знаю, кто вас обманывает, но я уверяю вас, что все заявления и все декларации, которые нами делаются, они во-первых, соответствуют нашим реальным намерениям и планам. И во-вторых, если не возникнет там серьезных, объективных сложностей, то они будут сдержаны, все эти обещания и слова будут сдержаны. Что касается того, что невозможно создать торгово-оптово-розничный центр европейского класса в городе Новосибирске, ну мы проехали практически все города, в которых после 271-го закона этот процесс пошел и увидели, что во многих субъектах федерации это возможно. Если мы в Новосибирске считаем, что мы не в состоянии этого сделать, то грустно. Ваган Спартакович, вы обращаетесь к зрителям и говорите, мы построим евроторговый центр, а вот если не мы в Пашино, то вроде никто и не построит. Я бы хотел вас уверить, что если не вы, ну построит кто-то другой. Вполне вероятно, если нас услышит губернатор, как было сказано, вполне вероятно, мы можем реализовать точно такой же проект, как мы с вами говорили, в Раздольном. И поверьте мне, наши бенефициары не скрыты. На сегодняшний день те предприятия, которые работают на Гусинобродском, они годами себя зарекомендовали с миллионными поступлениями в бюджет. Соответственно, как говорится, куда открыть. И повторяюсь, да, нас, соответственно, управляющие компании, в рамках закона говорите, вот мы по закону, мы по закону. Я бы хотел к зрителям обратиться и сказать, что на сегодняшний день все, что делается в рамках Гусинобродского, тоже делается все по закону. Но маленько вот где-то отстает, где-то какие-то сбои. Масса писем, которые на сегодняшний день не просто безответные. Ваган Спартакович приходит, общается в управлении где-то, в городе где-то, видать его слышат. Мы ходим, но нас не слышат. Поэтому, наверное, все-таки обращение от лица всех, которые заняты на Гусинобродском, все-таки, может, нас услышат. Олег Дмитриевич, удивительная у вас способность полностью подменять предмет, да? Полностью подменять предмет. Мне был задан вопрос относительно того, что вы собираетесь там строить и вообще возможно ли построить нормальный комплекс. Мне уважаемый участник нашей дискуссии сказал, что по его мнению, вот то, что мы хотим сделать, из этого получится та же барахолка. Я всего-навсего сказал, что нет, уважаемые господа, мы построим что-то отличное от барахолки. Из этого вы сделали вывод. Вот логика на вашей совести, вывод. Вот вы сейчас его озвучили. 4 тысячи торговых мест. Вы сейчас его озвучили, что по вашему мнению, без вас тут в Новосибирске ничего невозможно. Пусть кто-нибудь скажет, что я такую фразу произнес или хотя бы намекнул там поведением, тональностью, еще чем-то на то, что без нас что-то невозможно. Мы один из застройщиков, и более того, то повышенное внимание, которое есть к проекту, оно абсолютно нас не радует. У нас Спартакович анонсировал, мы давайте анонсируем. Мы обязательно. А то как-то в одну вот всю сторону. Конечно, мы это сделаем, только мы сейчас спросим как раз вот тех людей, кто непосредственно торгует на вещевом рынке. Вот. Я, собственно говоря, пока вам еще никто не предлагал перейти оттуда в Пашино. Это только, в общем-то, какие-то такие слова. И переходить, в общем-то, нет, пока еще обсуждать, пока еще нечего. Поэтому, значит, вопрос, собственно, вот вы сейчас прослушали всю эту дискуссию, да, какое у вас мнение вот по этому поводу. Давайте, Вячеслав, с вас начнем. Ну, то, как я представляю, тысячи людей, так как мы сюда в студию привезти не можем, к сожалению. Ну, ваших коллег, как бы, работников этого рынка. Мнения тут сводятся к единому. То есть, предложения на самом-то деле были, что скорее Пашино и не Пашино, все это размыто. Ну, и в оконцовке после митинга, который проводился в декабре, многие торгующие с рынка подходили и говорили, ну, чего вы добились, да, чего мы добились, чего вы добились. Переезда в Пашино, да, все поедем в Пашино, вы так думаете. Ну, как бы, никто не сказал, что кто-то поедет в Пашино. Никто туда поехать с рынка не собирается. А почему, собственно? А все обстоит, дело в том, что так как годами складывалась вся инфраструктура, школы, детские сады, жилье, в конце концов, и, соответственно, с одного края города на другой край города вряд ли кто-то будет ездить. Соответственно, ну, про дороги уже разговор был. Ну, то есть, все торгующие как один. Ну, то есть, мы проводим общение это с людьми. То есть, мы мониторим также ситуацию, хотя мы, в принципе, не обязаны этого делать. Но так как мы заявились как инициативная группа, мы это вынуждены делать. Вот, то есть, при общении с людьми ничего такого, чтобы кто-то там горой стоял за какой-то новый там крытый торговый комплекс, непонятно где. Да, ну, да, перенесите вы его вот три километра, да. Вот Олег Дмитриевич предлагал, опять же, раздольное. Почему вам важно быть в этом районе именно? Почему именно там? Исторические сложения. Ну, исторически может в другом месте сложиться? Исторически, ну, думаю, вряд ли. И столица России в Москве. Это не Москва, там, где лужники закрыли, черкизовский рынок закрыли, перекинули в садовод. И, соответственно, народ из всех регионов, в любом случае, как ехал туда, так и поехал. Мы, к сожалению, не Москва. У нас таких возможностей вряд ли будет. Это раз. Во-вторых, вот началась беседа с того лишь, что вот Ваган Спартакович сказал, что никоим образом мы не будем пересекаться с рынком, но в процессе беседы все понимают, что все равно это сводится к арендаторам вещевых рынков. То есть, как бы все это услышали и все это прекрасно понимают. Спасибо. У меня также вопрос стоит. Смотрите, вот исторический рынок сложился, да, весь город, области, все приезжают по одному маршруту. Светофоры, вообще все развязки уже сделаны для этого места. Правильно? Вы говорите, мы предлагаем новое место. Тогда все светофоры в городе, вот эти коллапсы, которые вы будете за свои деньги менять, или как? То есть, мы говорим, да, Москва, с Киева переехали, красивые все слова. Это все годами, веками. Мы говорим о том, что да, место хорошее, давайте его разовьем и сделаем тот же самый современный. У нас здания строятся абсолютно, как вы сказали, могу тоже повторить, красивые, хорошие, там евростандарты и все остальное. То есть, все-таки, как быть здесь с дорогами? Вот у нас основной покупатель, это все-таки брать регионы. Там многие не знают, как добраться или что. Это же тоже коллапс. Наверное, нам надо привыкнуть или еще что-то сделать. За чей счет это будет? Ну, я же уже сказал, что вот из всех вопросов, которые к проекту существуют, да, наиболее серьезный и реально проблематичный – это вот транспортная доступность. Мы очень тесно общаемся с Министерством транспорта, пытаемся понять вот реальные возможности области, города, там, развить эту инфраструктуру. И понимаем, что от нас тоже потребуется участие в этом процессе. Значит, еще раз повторяю, если выяснится, что вот требуемое участие не посильно, то вы совершенно правильно сказали, и я могу только подтвердить, что нам не нужен торговый центр, куда никто не сможет заехать раз, и который создаст там огромные неудобства для окружающих районов и их населения. Спасибо. Значит, вот все-таки мы заканчиваем передачу. Еще Олег Дмитриевич, надо слово для презентации проекта. Да, коротко очень. Олег Дмитриевич, вот мы очень подробно говорили с позиции Ваган Спартаковича, но мы понимаем, что есть определенные оптовые потоки, которые приезжают, люди приезжают в Новосибирск, закупаются, развозят по своим регионам. Насколько я слышал, в структуре доходов барахолки это составляет 80% примерно. То есть, фактически будет идти речь о том, что часть потоков планируется перенаправить на другой торговый объект. Значит, второй, собственно, вопрос. Значит, вот та ситуация, что, скажем, вы в течение нескольких лет не можете получить разрешение, не можете, собственно, начать строительство нового торгового центра современного, а приходят сторонние инвесторы, это получают за три месяца, как вы расцениваете? Может это быть каким-то, может быть, как неправильное слово, рейдерский захват, да? Ну, вот, скажем, отбор бизнеса, отъем бизнеса самого, значит, может быть, скажем, какие-то есть другие вопросы. Может быть, у вас денег нет на то, чтобы построить аналогичный торговый центр. Там тут 8 миллиардов, а у вас, возможно, как бы этого нет. Просто поясните, пожалуйста. Я бы начал, наверное, цифра, она, я думаю, слуху многим зрителям режет, 8 миллиардов, 8 миллиардов, ну, на словах, как говорится, знаете, можно и 25 сказать. То есть, получалось так, я, как мы и говорили, могу анонсировать, да, проект, я оставлю вам его, да, где с четкой привязкой земельного участка, где находится, как, то есть, это 4 километра по гусинобродскому шоссе в сторону раздольного. Значит, мы написали несколько заявлений, все они оставались безответными. Расчеты подавались экономически в свое время вместе с экскизным проектом, где говорилось, что данный проект мы готовы реализовать в течение года за свои собственные средства. И при том просили элементарно помочь только с коммуникациями. Почему там некий административный ресурс нужен, чтобы согласовать газопровод, электроэнергию и водопровод? Все равно, в любом случае, строительство нового центра в Пашино, Ваган Спартакович, как бы это ни было, но они практически впрямую связаны с закрытием рынка. Повторяюсь, да, смотрите, как получается. В сентябре месяце никаких диалогов по строительству, в октябре месяце Ваган Спартакович и его компания выходят вообще на подачу заявления на участок. То есть, соответственно, здесь у компании, дай бог здоровья, генеральному директору и у вас все хорошо получается, но у нас нет диалога. Поэтому я бы хотел сказать, что на сегодняшний день управляющие компанией Гусинобродского, они готовы реализовать проект, у них для этого все есть. И финансовая составляющая, все это подкреплено. Это бухгалтерские можем подкрепить. И у нас не скрытые, повторяюсь, бенефициары, бюджет у нас в городе Новосибирске, люди, те, которые с нами годами работают, арендаторы, они постоянно задают вопрос, ребят, что будет дальше? Олег Дмитриевич, вот мое мнение, я неоднократно говорил о том, что мы готовы к диалогу, да, и публично, и на совещаниях, и на встречах. Вот вместо того, чтобы сейчас задавать мне вопрос, почему администрация там не обращает внимание на ваши обращения, что само по себе довольно странно, да, если вы видите, что комплекс, который мы намерены реализовать, каким-то образом там может быть увязан там с судьбой рынка, с будущим рынка и так далее, и даже если ваше мнение таково, что в сегодняшнем формате, вот в сегодняшней конфигурации, которая складывается, этот комплекс, там неправильный инвестиционный проект, но давайте как деловые партнеры сядем, посмотрим, либо можно сотрудничать, кстати, в нашем проекте, что называется, открытые инвестиционные ниши, да, хотя у нас полный объем средств для реализации проекта есть, но мы готовы там на правах поевого участия приглашать инвесторов, в том числе из сегодняшних предпринимателей и операторов гусенобродского рынка для совместной реализации этого проекта. Вот, и тогда барахолка точно будет в Пашино. Я говорю о том, что мы открыли. Позвольте за этот вопрос. Позвольте, я вам с трибуны предложил, что если вы реализовали бы свой проект в Раздольном, у вас бы не было против Пашино, у вас бы не было против вопросов тех, кто реализует, торгует арендаторов. Вы понимаете, мы о чем говорим? Противостояние некое, которое вы сейчас воспринимаете, что мы, это противостояние вашего проекта, оно не противостояние против какой-то либо компании, а против того места, где вы собираетесь реализовать этот проект. Не более того, вы должны это понять. Пашино говорит, нам здесь данный проект не нужен. Мы говорим, рынок говорит, почему этот проект не реализовать в районе Раздольного? К концу передачи хочется все-таки жителей Пашино, жилого района Пашино, 4-го, 5-го и 6-го микрорайона, чтобы все-таки их услышали. А это, я вам говорю, это 75 тысяч населения. 32, собственно, Пашино, которые категорически против под любым предлогом строительства торгового центра. Ни барахолки, нет, а торгового центра. Против. Вы знаете, не только жители Пашино, весь город против. Никто не поедет в Пашино. Ваган Спартакович, это, знаете, город почему так говорит? Потому что этот район развивался именно таким способом. То есть переселять людей, кто там торговал на этом рынке, мы берем там таджики, узбеки, он живет там. То есть вы говорите, что торговый комплекс не выгоден там строить, а вот переселять людей, сталкивать с этими районами тоже. Там за 20 лет уже люди друг к другу привыкли. Там скажешь, кто-то с соседом говорит, да я туда не поеду, там другой микрорайон. Мы вот про это говорим. Переселение, именно ваши, как сказать, средства использовать не так, как вам хочется, а как хочется городу. Мы же от этого тоже не уходим. Вот сейчас тоже самое сказали. Друзья, мы никогда не смотрим на ситуацию там с одной точки зрения. Более того, мы, кроме Екатеринбурга, работали во многих регионах Российской Федерации, и можно навести обо мне справки, мы всегда с большим вниманием и четкостью относились ко всем интересам и жителей, и участников разных процессов, интересы которых, вот наша деятельность с интересами которых пересекалась, поэтому я очень ценю там искренность и категоричность, но все равно люди должны оставлять возможность обсуждения и диалога, да. Итак, мы имеем вот в настоящий момент два проекта. Один, значит, он находится у нас в Пашино, и другой, в общем-то, в историческом сложном месте, да, Гусинобродский оптовый рынок. Какой из них лучше решать, наверное, потребителям и тем, кто торгует на этом рынке, это безусловно. Я думаю, к нашему мнению, власти все-таки должны прислушаться, тем более, ну, в общем-то, не забывайте, что скоро предстоят выборы мэра, и те, кто так или иначе участвует в этом процессе, они тоже избиратели, и голоса, ну, наверное, тоже кому-нибудь нужны. Смотрите нас каждое воскресенье в 6 часов вечера. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова